В источнике Феодоровской Божьей Матери, где по давнему поверью всегда излечивали детей от их детских недугов. Но местные у нас в этом источнике окунаются постоянно в течение всего года. Ну а на крещение ежегодно мы организовываем здесь крещенский обряд омовения. Здесь будет сделана большая парковка, то есть будут расчищены парковочные места для машины. Вот с этой стороны и с той стороны будут установлены туалеты. Здесь же недалеке, если пройти к железнодорожной станции, есть еще один источник, открытый и закрытый, Никольский он называется. Он, источник этот, построен недавно одним из меценатов наших кжельских. И в принципе там тоже люди окунаются. К одному из главных православных праздников готовятся не только христиане, но и представители Госадмотехнадзора. В территориальном управлении Кжельское расположено два святых источника. На наших источниках мы ежегодно готовимся к обряду крещенского омовения. И это место является местом паломников не только кжельцев, приезжают сюда и с Москвы, и с Равенского района. И за ночь здесь проходит более двух тысяч человек. Поэтому мы к этому мероприятию готовимся основательно. Будет организовано горячее питание, будет организовано освещение, служба безопасности. Поэтому, дорогие гости сельского поселения, территориального управления Кжельского, городского округа Раменска, приглашаю вас всех к нам в гости в Кжель на святой источник Феодоровской Божьей Матери, окунуться, смыть свои грехи и вступить в Новый год с хорошим настроением и с хорошими помыслами. В Московской области к празднику будет подготовлено 200 купелей. Инспекторы госантехнадзора проследят, чтобы места окунаний и прилегающих территорий были в надлежащем состоянии. Подготовительные работы ведутся, ведутся полным ходом. До крещения остается совсем немного времени. Госантехнадзор совместно с молодой гвардией проводит ежедневные проверки всех купелей на территории городского округа Раменски. В настоящее время проверены все купели на территории городского округа. Сегодня мы проверили купели на территории территориального управления Кжельская. Посмотрели две купели. Подъездные пути прочищены, подходы все очищены. Территория не замусорена, сами купели находятся в надлежащем состоянии. Вдоль всей дороги будут установлены металлические парапеты по пути следования к другому источнику. Предусмотрены туалеты, мачты освещения. Мачта освещения будет установлена здесь, она будет освещать источник, чтобы людям было удобно подходить. И мачта освещения будет установлена у того источника. И плюс еще палатка. Если люди захотят раздеваться в палатках, но обычно раздеваются там внутри купели, как это уже принято. Поэтому не первый год мы это все организовываем. Обычно никогда никаких происшествий не было. Батюшка осветит источник наш, отец Иоанн из Кжельского нашего храма. Уже в два часа дня. И к вечеру уже сюда люди потянутся. Основной наплыв обычно бывает где-то с 11 часов вечера и до 2 часов ночи. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Сергей Дружинин. Для программы «Городские вести».